Он проявляет нас своими чудесами, проявлением Своей славы, Своей власти. А тот, кто сомневается, наверное, забыл, насколько Господь всемогущ. Забыл, что Господь совершил, уже совершил в его жизни. И мы видим, как сомнения поразили народ израильский. Мы знаем, сколько Господь совершил. Он провел через море народ. Он каждый день посылал им манну с неба. Он навел им птиц, перепелов, чтобы им было что-то кушать. Но несмотря на это, в один прекрасный день, они как будто забыли обо всем этом. Они даже забыли, в тот же день, утром, они собирали манну небесную себе в пищу. И тут же они говорят, не можем идти против народа сего, ибо Он сильнее нас. И здесь они говорят, что мы не сможем идти против народа, потому что они сильнее, чем мы. Как будто они забыли, что Господь совершил для них. Поэтому необходимо помнить, напоминать себе, вспоминать, что Господь совершил в нашей жизни. Чтобы сомнения были поражены верой. Давид, он познал эту истину и очень интересно передает ее в своем Псалме. Псалом 77, с 3 по 8 стих. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их. Псалом 78, 3-8. Возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав Якова и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся. И чтобы они в свое время возвещали детям своим. Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих. И хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их. роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу, духом своим. Сомнения поражают людей тогда, когда они забывают, что сотворил Господь. Насколько Бог всемогущий сегодня, как Он был тогда с народом израильским. И так, постоянство должно быть в избрании. Чтобы Господь не сказал нам однажды, что неблагонадежны мы для Царства Небесного. Потому что мы оглядываемся назад. Потому что мы непостоянны в том, что мы избрали. Потому что мы не постоянно в том, что мы избрали. Чтобы не было двойдущи. Чтобы мы не начали делать. Мы должны продолжать. Мы должны упорно продолжать и действовать. А если сегодня начал, а завтра уже закончил. Или через неделю, или через месяц. Хотя то, что начал, тебе Господь положил на сердце. Тогда же, что же это? Не эмоции ли? Но на эмоциях за Господом идти невозможно. Потому что эмоции непостоянны. Они как морские волны. Ветр поднимаемый и развиваемый. И однажды встретится высокая преграда. Как стены ерихонские. И эмоции уведут. Они уведут, как однажды увели народ израильский. Опять в пустыню. А в пустыне погибли все, кто сомневались. Поэтому Господь призывает нас быть постоянными. В избранном пути. Постоянными в движении вперед. Не поддаваться на те сомнения, которые ставит пред нами враг, как преграды. Бежать, не телепаться. Ибо все обетования Божьи в Нем, да, и в Нем, аминь, слава Божию, через нас. И для того, чтобы в нашей всей жизни все было да и аминь, мы должны быть в Нем. Потому, что только в Нем все да и аминь. Нам нужно идти нога в ногу за Господом. Потому, что исполнение обетований — это не стояние на месте, это движение. Потому, что нам нужно двигаться вместе с Господом. А дошедшему до конца Господь обетует великое благословение. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и Он уже не выйдет вон. И напишу на Нем имя Бога Моего и имя Града Бога Моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое Новое. Да, благословит нас всех Господь и укрепит нас через это Слово в нашем движении вперед. Будьте благословенны. Будь благословенны.